Символично, что мы встретились с Борисом Исаевичем Лившицем на школьном футбольном стадионе в поселке Развилка. Борис Лившиц с детства полюбил игру номер один. Сначала гонял мяч во дворе, а потом начал заниматься профессионально и два года отыграл вратарем в дальневосточной команде «Луч». После был переезд в Ригу, а затем в Москву, где Борис Исаевич построил успешную журналистскую карьеру. Но о футболе не забывал. И год к чемпионату мира при поддержке FIFA была выпущена его новая книга «Легенды». Таких книг не только у нас в стране, а и вот где раньше проходили чемпионаты, в Ургвайе, там первый чемпионат, таких книг не было. В издании использован уникальный фотоархив, по которому можно проследить историю развития российского футбола, начиная с конца 19 века. Главы написаны на двух языках – русском и английском. Во время проведения мундиаля иностранцы с энтузиазмом покупали издание в качестве сувенира. Со мной стояли два немца, у них по книжке, они купили в ларьке в Гуме. Ну тут же рядом они. Я пошел сразу в этот тарелок, она говорит, было 15 штук, буквально в течение часа все расхватали. Борис Исаевич – человек разносторонний и увлекающийся. Ему приносит радость делиться накопленными знаниями с другими. Будучи членом Союза журналистов, он не одно десятилетие проработал на центральном телевидении. Стал автором более 50 документальных фильмов. Это работы об исследовании Арктики, портретные очерки выдающихся людей и экскурсы в историю знаковых событий. Также за свою жизнь он написал множество книг, экземпляры которых хранятся в библиотеках разных стран мира. Впереди у Бориса Исаевича еще много творческих планов. Ему всего 81. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.